Доброе утро! Сегодня я с самого утра в охотничьих угодьях, с пяти утра. Утром, когда ездишь, можно много увидеть. Видел сегодня косуль, зайца, глухарку. На водоеме видел уток, лебедя, немножко поснимал. Сегодня я хочу ответить на один вопрос. Есть такой форум Ганс.ру. На нем один человек задал вопрос. Я сейчас дословно его не помню, конечно, но смысл такой. Иду я по дамбе, возле пруда. В руках у меня, значит, корзина с подсадной уткой, манок висит на шее, сзади рюкзак и ружье расчехленное, но не заряженное. Иду к машине, охоту закончил, несу вещи. В это время меня встречает инспекция и составляет протокол. Что мне делать? Правильно ли на меня составили протокол? Ответы, конечно, на форуме есть. И даже есть и здравые ответы. Но все же полностью тема не раскрыта. Начнем с теории. Правила охоты. Пункт третий. Охота – это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Пункт четвертый. Правила охоты. К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях, физических лиц с орудиями охоты и или продукции охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Пункт сорок девятый. Правила охоты. Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на таку с подхода, на такующих самцов тетеревов из укрытия, на вальшнипов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и или чучелами и или манком. Запрещается. Пункт 62.28. Осуществление охоты в период весенней охоты с подхода, за исключением охоты глухаря на таку и на медведя. Что мы имеем? Идет охотник с оружием, скорее всего, с продукцией охоты, а значит его действия приравниваются к охоте. Исходя из правила охоты, охотник осуществляет действия, которые являются охотой, но в то же время не соблюдает требования пункта сорок девять правил охоты. Охота идет не из укрытия. Мне могут возразить, что в данный момент человек не охотится, он транспортирует оружие до машины. Ну тогда читаем постановление правительства об обороте оружия номер 814. Транспортирование, принадлежащее гражданам оружия, осуществляется в чехлах, кабурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке от производителя оружия. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов. Значит, что в данном случае это не транспортировка, а ношение оружия. А ношение оружия разрешено либо на соревнованиях, либо на охоте. А охота весной у нас из укрытия. И фактически ношение оружия запрещено на весенней охоте, на селезней с подсадной. И это значит, что нарушен пункт сорок девять правил охоты. И наказание будет по части первой статьи 837, то есть штраф. Если же охотник согласится с пунктом 62.28, то это уже охота запрещенным способом. И тогда штрафом не отделаться. Охота запрещенным способом это лишение права охоты. Вот такая мелочь, как не зачехлил оружие, чтобы донести его до машины. И это может повлечь за собой как минимум штраф, а то и лишение права охоты. Спасибо за внимание.